Всем приветик. Мы собираемся в больницу. Отвезли всех детей в школу. Маруша только постнулась. Сейчас мы поедем съездим к нашему врачу и сделаем снимок, чтобы посмотреть, что там у нее. Время сейчас 9 часов. Так поедешь или перевязать тебя? Не надо перевязывать? Нет? В машине поспишь? Все, пошли. В пробку попали. А у нас времени-то мало. Время 9.20. Нам нужно успеть еще за Карлиной потом в 11 часов, в 11.30. Нормально все? Болит? Нет. Правда не трогаешь, да? Приехали. Пойдемте. Все? Готово? Посмотрим, что нам скажут. Почти. Почти с мой рост. Чуть-чуть. Боишься? Нет. Замечательно вообще. Мы не позвонили даже, а у них отпуск до 22 августа. Что делать? Мы даже не знали, что они в отпуске, оказывается. А если мы поедем в больницу, в принципе, можно в больницу поехать. Но займет это где-то часа 2, если не больше. Пока они примут. А нам нужно за Каролиной же ехать в 11.30. Мы не успеем. В общем, сейчас заедем в аптеку, посмотрим. Может, какой-то крем возьмем. Посмотрим. Со 2 августа по 22, я считаю, еще до следующей недели что делать. Кафе называется Моргенштерн. Зашли мы в аптеку. В общем, они нам тоже ничего не дали, потому что они не знают. То ли это просто ушиб, то ли это перелом или еще что-то. Ну, в общем, нужно обязательно делать снимок. Сказали выпить обезболивающий и все. Больше ничего они не могут сказать. На вокзале есть частная клиника, которая принимает всегда с утра и до ночи. Поэтому мы туда поедем. В обед, наверное. В обед, да. В обед у тебя какие занятия? Не знаю. Сегодня в обед, скорее всего, не пойдешь, потому что у вас труды. Что-то там будешь делать одной рукой. Так что поехали мы домой. Время 10 часов утра. Пока приедем, потом за Каролиной. Давай я тебе руку опять завяжу. Завязать? Чтобы тебе легче было ходить. Привет! Завяжем бинтик, чтобы рука висела. Куда полезла обезьянка? Лазит вот так вот по этим, по порогам. Каролина в школе сегодня будут брызгаться. У них сегодня день такой. Сейчас будут не учиться, а у них будет такая программа. А мама мне... Все возьмут пистолетики водяные, мороженое будут потом кушать. А ты мне придешь? Да, и сегодня я поеду за рулем. Я сегодня первый раз села за все 8 лет. Не первый раз, я уже пробовала, конечно, но за мои 8 лет. Когда мы жили в Кыргызстане, я водила машину. У меня была машина, права. И когда уже переехали сюда в Швейцарию, перестала водить. И сейчас, спустя, получается, 8 лет я опять села за руль. Сегодня утром отвозила Каролину, привозила. Вот сейчас вот в обед повезу. Немножко даже было сегодня так страшновато садиться за руль, потому что я все эти годы, что я водила, у меня была машина с правым рулем. Руль был с правой стороны. А здесь у нас руль с левой стороны. Я никогда не водила машину с левой стороны, чтобы руль был. В общем, праворульная машина у меня всегда была. Вот. И мне, конечно, непривычно. Это все по-другому. Вот педали с другой стороны. Переключать поворотник тоже другой рукой. Сегодня утром села. Села сегодня в машину. Марина говорит, Каролина такая, мама, ты поедешь? Мама, ты умеешь? А ты там не это... Машину не разобьешь, а все. В общем, она так переживала. Она первый раз меня за рулем видит. Я водила машину, когда Ксюша и Маргарита были маленькие. А вот Каролина нет. Каролина первый раз со мной поедет. Сегодня ездила уже. Нравится? Да. Мама хорошо водит? Да. Да? Да. Раз наш папа сейчас ездит на работу на велосипеде, машина у нас стоит. И чтобы не просить нашего дедушку с бабушкой ездить за Каролиной, встречать ее со школы в обед, могу, в принципе, я тоже ездить. У Маргоша будет лежать так целый день. В обед она не поедет, потому что у нее сегодня труды. Мама. Да? А завтра утром мы поедем в другую больницу. На вокзале, да. Я надеюсь, у нас успеют посмотреть, потому что там всегда очередь. И, в общем, рано утром встанешь, сразу поедем, отвезем Каролину. И сразу же поедем в больницу. Чтобы нам успеть. Да, Боню? Да, Боню. Да, Боню. Так, все, готовы ехать с мамой? Ты помнишь, когда я водила? Да. Да? Готовы? Пристегнулись? Ну, поехали. Так, все. И в квартире. Заводим машину. Да, машина. Все. Все. И поехали. Пристегиваемся. Так. Я путаюсь, потому что я раньше переключала вот этой рукой. Я ездила на той стороне. Теперь ты. А поворотник у меня был с этой. А сейчас поворотник вот здесь, и я иногда включаю, и у меня вот это вот в дворнике включается. Все, отвезли Каролину. Идем домой. Жарко сегодня, а? Макс сегодня купаться поедет. Со своим другом. Да? А мы будем дома жариться. Время уже 2 часа, я только сажусь в лог монтировать. Нормально все. Сегодня вообще ничего не успела. Пока поехали с Маргаритой. Ай, буду монтировать, так что влог позже выйдет. Все, поехали. Поехали мы за Каролиной. Время уже почти 3 часа. Ты прям с подушкой, тебе удобно? Угу. Приехали, ждем. Скоро будет выходить. Через 5 минут. Угу. На улице градусов 30 точно. Сейчас домой придем, развяжем. Винтик, чтобы рука немножко отдохнула. А тебе не сильно? Он тебе не сильно давит? Нет. Нет? 36 градусов на солнце. А это ничем? Это холодный воздух. А это куда, чтобы тебе оно направляло? Хорошо. И это с какой силой, например? Ну, на силе. Мне так не... Представь себе на велосипеде ехать. Ужас. На солнце. Как дела? Хорошо. Побрызгались? Да. Да? Жарко? Еще раз хочу. Жарко было? Да. Угу. Загорали. Хорошо. Угу. 38 градусов уже. На улице. На солнышке 38. До 40 дойдет, да? Арбуз еще есть? Да. Можно? Ну, приедешь, съешь. А все можно? Нет. Ты все не можешь съесть. Как все ты съешь? Сейчас будем заезжать в гараж. Я, конечно, еще не очень припарковываюсь на нашу стоянку, но... Я уже припарковывалась утром, между прочим. Все. Припарковались. А теперь... Все. Теперь выходим. А теперь так. Где еще большой пистолет? Не знаю. Сюда ищи. Все. Пистолеты готовы. Наполнены. Ку-ку. Кто будет брызгаться? Ксюш, пошли. Я просто хочу, но я не могу. Да, какой тебе, Маргарита? Я большой пистолет. Нет. 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 У меня камера. Все на траву быстро вышли. Нет. Я вижу эти faces. Я слышу все льи. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, она, я не знаю почему, но ей нравится вытаскивать вот эту вату из игрушек Вон она сколько вытащила Мама, смотри, нам задали вот это, это по-французскому? Да Ты хочешь вообще без домашнего задания, что ли? Ну три страницы, можно одну или две Ты считаешь, это много? Нет Мы раньше делали по каждому предмету, по три, по четыре страницы Это тебе на завтра? Нет, на сегодняшний день Ну так готовься каждый день по чуть-чуть Это не нужно за один день сделать, по чуть-чуть, каждый день и все Открой, не закрывай дверь Не закрывай, Марку, она там Пошли, Каролина Пойдем завтра утром вставать Почему проблемы, когда спать ложиться? Обязательно нужно на мне повиснуть, да? Давай, ты уже дошла до комнаты Пойдем зубки чистить Что ты не хочешь? Вставать Ну лежи, не вставай Завтра встанешь вместе с нами И мы поедем, отвезем Макса, Каролину А потом сразу поедем в больницу, слышишь? Да Чтобы на время не терять А то вдруг там долго будут принимать Вдруг там очень будет А, но не очень долго, если там много Вот, поэтому нам нужно до 11 успеть Потому что в 11.30 нужно Каролину забирать со школы У нас есть 3 часа Нам нужно успеть Пока, ребят, спокойной ночи, мы отдыхать Пока И тебе, ну давай говори пока Да втирай, не забудь Твоя пижама разве? Ну, переодевай пижамку Пока Пока-пока Пока-пока Спокойной ночи